Всех приветствую, друзья! С вами снова MMATZ. Ну что ж, четвертый выпуск подряд анонсируем предстоящие поединки наших джигитов в UFC. Сегодня очередь дошла и до Сергея Морозова. Но прежде чем разобрать оппонента, хочу вам кое-что порекомендовать. Недавно мне порекомендовали крутой сайт. Я на нем поработал и теперь хочу показать его вам. Это инвестиционная платформа Genesis. Суть в чем? Genesis собирает на своей платформе компании, в которые пользователь может инвестировать. Вам не нужно искать компанию для инвестирования, заключать сложные договоры, решать какие-то юридические вопросы. Это все делает команда Genesis. Вам остается только зарегистрироваться, выбрать компанию, заключить с ней сделку и начать зарабатывать. Все это делается прямо на сайте, быстро и удобно. Все сделки с компаниями оформляются юридически, а сами компании размещаются на платформе только после полной проверки. Никаких знаний для этого вам не понадобится. Выбирайте компанию, открывайте сделку и получайте прибыль каждые 24 часа. Genesis – надежная компания, которая позволит вам зарабатывать, не выходя из дома и не тратя на это свое время. Регистрируйтесь по ссылке в описании и будем работать вместе. Ну а теперь, друзья, давайте начнем. На первый взгляд можно подумать, что этот молодой человек в гламурных джинсах – какой-нибудь актер из какого-нибудь индийского сериала. Но на самом деле он и есть первый и пока что единственный ливиец в ростере UFC. Так горд, взволнован и счастлив объявить о своем предстоящем поединке. Я буду драться с бывшим чемпионом M1 Global Сергеем Морозовым. Вам лучше не пропустить это. Вот таким образом отреагировал очередной боец из окружения Хабиба Нурмагомедова, немецкий боец ливанского происхождения Халид Таха. Он же следующий соперник Сергея Морозова на второй поединок в UFC. Об этом стало ясно вчера вечером, когда менеджер Саят Абдрахманов анонсировал поединок у себя в Инстаграме. Бойцы должны встретиться на турнире UFC из серии Fight Night 17 июля в Лас-Вегасе. Получается, спустя неделю после поединка Жалгаса Жумагулова. Несмотря на то, что 29-летний Таха родился и вырос в Германии, на бои всегда выходит под флагом своей исторической родины – Ливии. Проведя два поединка в любителях, которые закончились победой и поражением, в 2013 году Таха заявился в профессионалы и долго выступал на региональном уровне, где собрал послужной список из девяти побед подряд. За это время он сумел стать обладателем пояса Лиги Фейер FC, который впоследствии защитил трижды. Затем бойца, визитной карточкой которого стал яркий финишинг, заприметили в японской организации Rising, куда он был приглашен для участия в гран-при легчайшей весовой категории. В четвертьфинале им был побежден Кейто Ишибаши, но до финала Таха не добрался. На полпути его гильотиной скинул Такафуми Ацука. Чтобы не простаивать, перед дебютом в UFC, Халид провел в Лиге Брейв ФСи победный бой с Хамзой Кохеджи, а затем с поднятой головой и с чистой совестью отправился в сильный промоушен мира, где в первом поединке в полулегком вете был деклассирован другим дебютантом – Недом Наримани. Спустившись в свой родной легчайший дивизион, Халид с одного удара нокаутировал Бостона Селмана всего лишь за 25 секунд. Спустя полгода Халид встретился с обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Брунос Силвой. В том противостоянии Таха победил с Абмишном в третьем раунде, но затем результат боя был изменен на несостоявшийся. Это случилось ввиду того, что в декабре 2019 года Халид был дисквалифицирован Юсадой на один год. Он сдал положительный тест на запрещенный препарат Фуросимид. Только в ноябре 2020 года он вернулся в октагон, проиграв единогласным решением бразильцу Раони Барселосу. Их бой был признан лучшим на турнире. Тогда оба файтера получили по 50 тысяч баксов в качестве бонуса. На сегодняшний день рекорд немца состоит из 13 побед, 3 поражения и 1 поединок со статусом No Contest. Несмотря на большой процент побед нокаутом, 9 из 13 все-таки будет правильно назвать его бойцом универсального типа, так как он может создавать своим оппонентам проблемы не только в стойке, где на его стороне нокаутирующая мощь арсенал тейквондо с кикбоксингом и хороший футворк, но и на канвасе, так как имеет неплохие навыки грэплинга. По антропометрическим данным, Тахо немного превосходит Сергея. Рост 170 сантиметров против 168 соответственно, а размах рук 175 против 170 сантиметров. Как видите, друзья, Морозу и на этот раз достался боец из зала АТА, дела которого ведет известный менеджер Али Абдель Азиз, и который тесно дружит с экс-чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым. Честно сказать, Сереге не повезло с соперником в дебютном бою, но на сей раз есть неплохие шансы заработать себе в копилку первую победу, чтобы закрыть предыдущее поражение. Учитывая стилистику обоих файтеров, можно предположить, что поединок пройдет преимущественно в стойке, где у каждого будет достаточно времени на досрочное завершение. А мы, друзья, в свою очередь будем надеяться, что тот самый нокаутирующий удар нанесет именно наш боец. Ну, как-то так. Ну, а теперь, друзья, поддержите мой труд жирным лайком. Еще круче было бы, если сделаете репост этого видео. Обязательно напишите свое мнение, свой прогноз на поединок. В общем, жду всех заслуженных экспертов в комментариях. С вами была ММА Ки-Зет, до новых выпусков.